Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Jurassic World Evolution. У нас очередная буря налетела на наш остров. Все люди бегут сейчас в убежище, надеюсь, что всё будет хорошо, и ни с кем ничего не случится. Самое главное, чтобы сейчас не поразметало мне все загоны. Кстати, в прошлом выпуске, помните, мы вывели с вами троих, если не ошибаюсь, да? Троих велосерапторов, всё правильно, троих. У нас вот здесь вот улучшенные электрические заборы стоят. Я хочу точно такие же улучшенные ограждения поставить вот сюда, к этим динозаврам, потому что здесь тоже всё довольно-таки проблематично. Но как тут дела у нас, а? Всё? Все забежали, нет? Народ, ты посмотри, прям несётся. Давай-давай-давай-давай. Вроде всё окей. Так здесь ещё и торнадо может прийти, если не ошибаюсь. И вот торнадо абсолютно точно может разбитать на наше ограждение. Так, окаменелости. Ну-ка давай посмотрим, что у нас появилось. Роди 80 тысяч, у нас, кстати, 4 миллиона, то есть с деньгами мы за два выпуска разобрались. Окаменелости 50 тоже продаём. Здесь у нас велоцирапторы. Мы сейчас с вами стараемся вывести велоцирапторы до 100%, чтобы потом сделать себе, ну, действительно классных, долгоживущих, очень сильных велоцирапторов. Давайте быстренько отправляем их сюда. Вроде всё хорошо. Люди только до убежищ успели добежать, как сразу тоже закончился. И я слышал сейчас такой звук нехороший. Бум. Вы это видите? В этот бум сейчас вот, вот, вот здесь этот бум. Сейчас по-любому бум. То есть, видите, они, они хотят отсюда сбежать. Это у нас как раз велоцираптор 01. Секунду, секунду. Здесь велоцираптор 2. Ты посмотри, эти заразы пытаются сбежать. Что ты с ними будешь делать-то, а? Как их успокоить? Комфорт. Ему почему-то, ему почему-то некомфортно. Общительность нормально, популяция нормально. Леса не хватает, да? Хорошо. Давайте вам добавим сюда немножечко леса. Добавим сюда вам травы побольше. Такой травы, прям травы. Я не знаю, еще немножко вот сюда поставим леса. Так, получше стало? Я надеюсь, что да. Исследование завершено. Иммунитет 2.0. Ну-ка. Лес хорошо. Общительность нормально. Популяция нормально. Пастбище комфорт. Вода, еда, здоровье. Хорош. Отсюда пытаться свалить у меня, а? Гости, что там такое новое? О, станция монорельса. Точно. Это тоже очень нужно. Это мы с вами обязательно построим. Единственный момент. Давайте-ка на букве R у нас с вами команды рейджеров. Так, управлять стран... Давайте добавим задачу. Ну-ка, здесь не нужно ничего чинить, потому что они сломали вот эту внутреннюю стенку, которая у нас, ну, простая. Внешне она довольно-таки крепкая, и с ней ничего не случилось. Все, можно людей из всех убежищ выпускать. Приносим извинения, все верно. Дальше я хотел бы взять вот эти стенки, опять улучшенные, и просто при помощи них вот здесь все проапгрейдить. Ну-ка, давайте посмотрим на карте. Да вроде все хорошо везде, да? Ну, вот эта стеночка, наплевать, экспедиция успешно завершилась. Еще одна. Опять у нас платина 360 тысяч. Слушайте, какие здесь хорошие залежи, а? И опять велоцирапторы. Надеюсь, что сейчас будет 100%. Так, давайте-ка быстренько заглянем с вами в исследование. Что мы можем прямо сейчас улучшить? И доступно здоровое пищеварение. У нас с вами 5 миллионов. Я предлагаю пойти в здание. А, здесь все у нас выучено вот здесь вот. И выучить вот эти смотровые площадки. А со смотровых площадок гости быстрее замечают динозавров. Вот это действительно круто, вот это нам действительно очень нужно. Так, а вот это что такое? А, это вот этот забор дурацкий. Это знаете, что можно сделать? Просто взять и отсюда демонтировать. Вообще, честно говоря, если уж на то пошло. А почему бы нам, велоцирапторам, не поставить второй уровень заборчика? Чтобы им тут, ну прям совсем-совсем весело было. Потому что, типа, вы меня бесите, ребята. Хватит долбать мои заборы. Вот серьезно-серьезно. Въезд внутрь у нас будет... Одну секундочку, потому что здесь не было ворот. Вот, ворот у нас будет где-нибудь вот здесь. Все, шикарно. Я надеюсь, что они... Ну, если где они могут попытаться проломиться, это вот здесь вот. Но надеюсь, что этого не произойдет. И чтобы этого наверняка не произошло, тоже все-таки предлагаю здесь как-нибудь... Как-нибудь вот так вот раз оградили, да? И второй загончик у нас пошел... Что у нас там по электроэнергии-то, господи? И второй загончик пошел вот сюда. Ну-ка, почему там у нас нет электричества? Ему просто электричества не хватает. Энергии ноль, да. Энергии просто ноль. Так что это на самом деле все очень просто. Берем, ставим с вами еще одну электростанцию. Поставим ее где-нибудь вот тут вот. Сейчас просто найдем такую точку, где она точно построится. Не хочет она здесь строиться. А если вот так? Да, вполне. Вот так вот ставим с вами электростанцию. Подключаем сюда ее. Ну, куда-нибудь подключись, а? Если отлично подключилась. Я, конечно, понимаю, что у нас на входе в парк сплошные электростанции, но у нас очень мало пространства, поэтому мы его стараемся экономить с вами. Исследование завершено, смотровая площадка просто замечательная. Кстати, что там у нас покаменело с тем? Я их не отправил, что ли? Эй, я вас не отправил за велоцираптором? Точно, представляешь, не отправил. Так, исследование, что у нас ещё доступно? Вот здесь доступны геномы, давайте их изучать. Это у нас здоровое пищеварение. У нас становится доступна смотровая площадка. Где мы её с вами будем размещать? Ага, я понял, как это всё работает. Слушайте, это прикольно. То есть, если мне чего-то не хватает, какой-то области закрыть её, да, я могу построить смотровую площадку, и она будет эту область закрывать. Единственное, что вот здесь опор лэп мне мешает. Ну-ка, я могу её как-нибудь в другую сторону вынести? Ну-ка, стоимость чунь. Так, как-нибудь вот так. А к ним не будем заводить. И вот так подсоединили, да? То есть, теперь можно вот эту просто стереть с лица земли, и сюда построить новую смотровую площадочку. Где она у меня? Вот она у меня. Разворот, секунду. Разворот, чтобы она смотрела в эту сторону. То есть, вот так вот мы полностью прикрыли здесь дело фазавриков. Хорошо. И, естественно, сюда можем подвести дорогу. От неё вот сюда. Есть, готово. Мм, подстанция тебе нужна, сейчас построю. Окей. Новый полный геном. Велоцираптор. И раз у нас велоцираптор 100%, пойдёмте сюда. Так, где он у меня, красавчик? Вот он на первом месте прям стоит. Модифицировать геном. Нам нужно ему сильные волокна сделать. Это, я так понимаю, что где-то вот здесь в атаке будет. Что это такое? Прочность зубов. Скорость реакции. Интуитивное обучение. Агрессивные инстинкты. Нет. Ладно, давайте здесь посмотрим стойкости. Интенсивная регенерация. Иммунитет. Кстати, иммунитет, смотри, продолжительность жизни 85%. Стойкость 98%. Рейтинг. Это нужно добавлять. Использовать ген хорошо. Это по-любому нужно добавлять. Стойкость. Так, здоровое пищеварение. Нет гена. Подожди, как так? А мы не можем выполнить это задание, потому что нам нужно выполнить задание отдела безопасности. Исла Сорна. А мы с вами на другом острове. То есть на этом острове этот контракт не выполним. Так что, извиняйте, разорвать контракт. Окей. Давайте-ка лучше возьмём новый контракт с отделом развлечений. Есть одна дельца на стороне, которым стоит заняться. Я понял. Четыре минуты, никто не должен умереть от плотоядных животных. А травоядные пускай топчат. Вообще наплевать. Давайте-ка смотрите. Вот здесь у нас ещё и одна продолжительность жизни есть. Посмотрим, что мы можем добавить. Сила мускулов сердца. Продолжительность жизни 96%, да? И в принципе... Ого, если мы ещё один иммунитет возьмём, то это стойкость. Продолжительность жизни 100%. Рейтинг 99%. Но живучесть 73%. То есть живучесть это просто шанс нововведения. Давай возьмём. И попытаемся вывести 637 тысяч. Но жить этот велоцираптор будет очень долго. И как мы поняли, если мы сюда с вами подселим дилофазаврика, дилофазаврика абсолютно точно здесь загрузут. Но что будет, если мы к этим ребяткам подселим циратозавра? Ты справишься с циратозавром? А если вы все вместе будете, вы справитесь с циратозавром? Мне прям чертовски интересно на это посмотреть. И мы сегодня с вами это обязательно сделаем. Вот такие цветочки. Слушайте, они прям примялись, когда он пошёл. И молодцы. Они даже такие маленькие нюансы проработали. И если уж на то пошло, тут у нас магазин игрушек, убежище. И нам нужно здесь для гостей ещё что-нибудь вкусненькое поставить. Я предлагаю построить монорельс. То есть это будет одна из первых станций. Я просто, честно говоря, хочу проэкспериментировать. Я его ни разу не строил. Я не знаю, как он работает. Просто хочу, ребят, проэкспериментировать. Итак, дальше стоимость... Так, секундочку. Если я поставлю так. Вот так вот, да? То есть вот так могу поставить. Прибыль в минуту. А, прибыль в минуту. Хорошо. Теперь отсюда. Поставим с вами его куда-нибудь вот сюда. Вот сюда, слушайте. Бывает непросто. Вот я бы никогда не подумал, что не заниматься безопасностью парка, по которому разгуливают давным-давно вымершие животные. Но я здесь. И вы тоже. Паракас следует взяться за дело. Хорошо, хорошо. Возьмёмся. Подожди. Я смогу построить станцию здесь? Здесь гораздо веселее, когда не надо исправлять последствия трагедии. Так что вы молодец. Вот, наконец-то нашёл место. Отлично. Так. Вот здесь могу разместить. То есть нам нужно построить сейчас дорогу. Так, здесь только не станция, а путь. Нам нужно с вами соединить отсюда. Вот сюда. Нет, секундочку. Как-нибудь нужно завернуть. Вот сюда. И вот сюда. Контракт выполнен. Созидание чуда. В нашу копилку. В нашу копилку. И это ваша заслуга. Итак, у нас с вами появляется наш первый монорельс. Я не знаю, для чего он нам сейчас прямо нужен. Но он нам сажал практически всю энергию. Так что нам нужно обязательно ставить ещё одну электростанцию. Неиспользуемая энергия. Один. А, не-не-не-не. Энергия пока что есть. Тут дело не в энергии. Ему просто нужна подстанция рядом с ним. Секунду, давай это сделаем. Подстанция, подстанция. Она пошла вот сюда. И переключилась вот сюда. Всё, есть. Электричество пошло. Ну, сейчас пойдёт. Точнее. С этим разобрались цели. Не допустите. Хорошо. Хорошо, сделаем. А вот чё момент. Почему у меня так много от научных и так мало от всех остальных. Давайте контракты. Запросить новый контракт. И отдел развлечений. Хорошо. Тут появился новый контракт. По-моему, он может быть выполнен. Вами. Хоянозавр и каритозавр. Ладно, принять потом. Когда выведу, обязательно сделаю. Ну, заодно и выведу, чёрт побери. Пусть не гаснет свет. Это мы всё сделаем. Надеюсь, что всё будет окей. И здесь у нас вывелся наш велоцираптор. Вот он, наш красавчик живучий. Надеюсь, что всё будет хорошо. Я скажу вам то, что слышу часто сама. Не знаю, как у вас это вышло, но вы справились. Я справился. Всё хорошо. Да, конечно же. Никаких проблем. Ещё одно задание выполнено. Выпустить динозавра. А вот сейчас, я думаю, будут проблемы. Посмотрим, что будет происходить. Но, в принципе, циратозавр на данный момент это у нас самый большой хищник, который есть в парке, да? Новый сообщник от кого? Наука. Задание номер два. У меня к вам ещё одно предложение. Задача связана с больным динозавром. Звучит опасно. Очень опасно. Не опаснее наших обычных исследований, доктор Малкольм. Прислушайтесь. Мне не показалось? Ну да. Это эхо будущих слов. А я предупреждал. Хорошо, он про ней проехал. Сон, смотрите. Вскоре к вам по воздуху доставят больного динозавра. Но мы не можем взять это задание, потому что, если не ошибаюсь, у нас с вами уже активное задание, да, есть? Вот это. Развлечение. У нас есть активное задание. То есть, ну как бы... А, мы можем и то, и то. А, секундочку. У нас завершено с охраной, а мы вот эти не выбрали. Ну ладно, давайте начнём вот это задание. Хорошо, начнём, потому что здесь попроще. Хорошо, я тебя понял. Совместное фото нужно сделать. Новые динозавры. Вывести, вырастить, выпустить. Вы знаете, что делать. Эй, народ, мы устраиваем шоу. Самое грандиозное зрелище за последние сотни миллионов лет. Но не факт, что вы выживете. Мы устраиваем шоу. Ну и как? Тебе нравится в этой клетке, а? Причём самое интересное, что сам циратозавр чувствует себя здесь вполне комфортабельно. Его ничего не раздражает. Ни соседство с велоцирапторами. Ничего остального. А у велоцирапторов давайте посмотрим. Здоровье 100%, еда, вода, комфорт. То, что всё в принципе в порядке. Их тоже пока что ничего особо не раздражает. То есть, они спокойно гуляют в одной и той же клетке. А вот делав азавриков, они зарубили на раз-два. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Циратозаврик. Ты чё там собрался делать? Может он просто гоняется за козами? Потому что у них здесь еда в виде коз. Обратите внимание, у нас циратозавр в принципе с велоцирапторами. Ну не то, чтобы уживается дружно. Велоцирапторы разбегаются в панике от него, да? То есть, это не очень хорошо для велоцирапторов и их психики. Приближается буря, приближается буря, приближается буря. Все, быстро, все, убежище. Открыть все убежища. Бегом в убежище, ребята. Вот, то есть в принципе, у нас велоцирапторы, конечно, в панике, но они с ним не бодаются. И он их тоже не бьет. Но вот если мы сюда высадим каком-нибудь делав азаврика, вот здесь опять начнется у нас с вами борьба. Вывести, например. То здесь уже начнется какая-то жесть. А ребята, эй, чего? А чего эти тут фигней страдают? Эй. Сюда убежище просто не добивает. Я поэтому предлагаю немножечко разориться и просто для них построить здесь еще одно убежище. Вот сюда, пускай здесь стоит. Пускай стоит здесь. А представляете, сразу вот открыть все вот эти ячейки. Кстати, мы можем какие-то улучшения здесь поставить? Скорость инкубации, шанс на успех. Господи, шанс на успех нужно купить. Давай. Шанс на успех нужно ставить. Почему я не поставил? Ай, заряза. И, соответственно, смотрите, там есть расширение инкубаторов, которое дает возможность плюс один дополнительный экумбационный цех в улучшенную лабораторию Хаммонда. То есть мы можем троих выводить. То есть, представляете, сразу троих или четверых делав азавриков здесь вывести и туда выкинуть их к велоцирапторам. Нужно будет обязательно это сделать. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Я знаю, что будет происходить. Сейчас велоцирапторы накинутся на нее. Именно для этого тебя и вывели. Тушь извини. Ух, зараза. Подожди. Слушай, подожди одну секундочку. Задание. Вот здесь. Нет, это выполнено вот здесь. Они... И задание будет прервалено, если будут убиты динозавры, необходимые для его выполнения или погибнет слишком много посетителей. Подожди, отменить задание. Задание прекратит работу над этим проектом. Да. Подожди, 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 подожди. Фу. 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 Вовремя. Извините, ребят. Извините, ребят. Мы пропускаем с вами схваточку, но мы бы сейчас просто провалили задание. Его не нужно выводить в одном и том же вольере. А пришел на всего-навсего один единственный велоцираптор и забил дело фазаврика опять, да? Да. Понятно. Просто повторилась та же самая схваточка. Вот интересно, если бы было несколько дела фазавриков. Ладно, потом мы это с вами обязательно проверим. Фу, чуть не запорол задание. Нам для дела фазавриков понадобится с вами отдельный загончик. Отдельно-отдельный. Я вот думаю, где его построить. Может быть, где-то здесь немножечко все сравнять, перейти к окаменелостям. Что у нас там происходит? Анкилозавры, извлечь ДНК, извлечь ДНК. Хотя можно, знаете, маленьких, в смысле, вот хищников куда-нибудь вот сюда перекинуть. Потому что, как видите, здесь, ну здесь есть место, но его не так много. Его реально здесь не так много. А здесь же где-нибудь можно поставить парочку еще этих самых электростанций. Прямо, знаете, вот сюда в уголочек их запихнуть и провести по краю карты этот самый, как его лэп. Я сейчас, скорее всего, именно это быстренько сделаю за кадром. Проложу туда дорогу. И начнем с вами строить там загоны для дела фазавриков. И начнем их там выводить. Итак, я внес небольшие изменения. Расширил вот этот загончик, где у нас сидят циротозавры. И перекинул циротозавра третьего от велоцирапторов туда. Потому что, ну, ну что их мучить? Что их мучить? Они вообще самые здесь классные у нас в нашем парке. И они еще и агрятся на наши джипсы. Смотри, смотри, смотри. Преследует его. Пожалуйста, пожалуйста, выезжай и закрывай с собой дверь. Ты посмотри, что творится. Нет, ладно, он просто бродит. Будем надеяться, что он просто бродит. И, естественно, для велоцирапторов, которые у нас в нашем парке, я подобрал четыре замечательных имени. Я думаю, вы прекрасно догадываетесь, что это за имена. Наших велоцирапторов, естественно, будут звать Блю, Чарли, Раптор и Дельта. И так как комментарии, в которые предложили эти имена, там даже не сорок, как это было в прошлый раз, а просто какое-то бешеное количество, я сделаю, соответственно, немножечко по-другому. То есть, как я это делаю обычно в Арк Сурвавл, если очень много людей предлагают одно и то же имя. В конце видео будут все вот эти вот комментарии. Я всем поставлю лайк. Это будет мини-видео-вставочка в самом-самом-самом конце. Если вам интересно, то вы свои комментарии там найдете и увидите. Вы тоже попадете в выпуск. Здесь у нас первый велоцираптор у нас будет, пускай... Так, ты у нас будешь Чарли. Опять же, без разницы. И вот этот второй велоцираптор у нас с вами будет Дельта. Отлично. Имена нашим велоцирапторам дали, и теперь можно продолжать улучшать наш парк. У нас здесь с вами есть убежище, магазин игрушек и... Ну, монорельс. Монорельсом мы еще будем заниматься. Это просто тестовый монорельс. Вообще, как он ставится? Что происходит? Что здесь? Трицератопсик погиб, да? Ага. Умер от старости, но это один из самых первых. Кстати, можно тогда просто вывезти еще одного трицератопсика. Почему бы и нет? У нас, кстати, там еще, если я не ошибаюсь, один струтиамин погиб. Точно все верно. А давайте-ка сейчас, может быть, мы еще какой-нибудь геномчик добавим. Интересный, что у нас здесь есть? Это просто цвет. Цвета я менять не хочу. В принципе, мне такие нравятся. Это неинтересно, это неинтересно. Здесь что-нибудь. Продолжительность жизни я хочу тебя увеличить. Защита. Защита. Вот, старение мозга. Продолжительность жизни плюс защита. Использую ген. Отлично. Живучесть, правда, 75 всего стало. Но ничего страшного. Теперь тебя можно вывезти. Давай, погнали. Вот здесь у нас с вами получается озеро. Тут у нас с вами будут деревья. Растительность. Тут у нас будет еще немножечко так растительности сюда. Капельку сюда. А вы знаете что? У меня есть идея. Мы не будем здесь ставить лабораторию Хэммонда. Нам это абсолютно, в принципе, не нужно. Мы можем сделать, как я делал один раз в Джурасик Парке. То есть мы с вами вот здесь прям, кстати, выпустить динозавра. Мы прямо здесь сейчас с вами выведем одного, где он у нас находится, хуаинозавра 70%. Давайте модифицируем его немножечко. Добавим ему продолжительность жизни, если это возможно. Так, защита. Дальше вот эта черепаха, наверное, да? Старение мозга. Плюс 78 продолжительность жизни. Использовать ген. Хорошо. Вывести. Есть. И вот здесь у нас будет критозавр. Где у нас критозавр? Критозавр. Вот, критозавр. 91%, кстати, модифицирует геном. Здесь вот должно быть продолжительность. По-любому. Вот, смотрите. Стойкость. То есть, естественно, мы с вами берем иммунитет. Здесь то же самое. Берем с вами сразу. Вот, иммунитет-то где? Старение мозга. Вот, иммунитет 2. Уже продолжительность жизни 121. Ну, в принципе, нормально. И вывести. Еще 200 тысяч. Сейчас они у нас проинкубируются. Мы их усыпим. И просто туда перекинем. И пускай себе. Там спокойненько живут. Если там что-то с ними. Вот здесь вот с ними что-то стучится. То мы просто сюда высадим новых. Вот здесь у нас будет ворота. А здесь, где я хотел поставить лабораторию Хэммада. Мы поставим с вами вот такую смотровую галерею. Чтобы она охватывала... А вообще есть смысл? Есть смысл. Смотри, когда монорельс едет, он видит животных. Вау. То есть, монорельс можно пропускать через хищников. Это прикольно. Действительно. Блин, я вот этого абсолютно не знал. Что у монорельса тоже есть обзор. Фу, слушайте, это классно. И вот еще мы что с вами сделаем. Давайте-ка пошли инфра... Нет, секундочку, загоны. Вышка. Вышка у нас с вами, естественно, будет смотреть вот в эту сторону. Чтобы охватывать вот эту территорию. Так. Как-нибудь... Как-нибудь... Вот так вот она будет это дело охватывать. Есть. Поставили. Теперь как раз можно будет провести дорогу от вышки. Давай только прямую. От вышки проведем вот сюда дорогу. Отсюда я могу провести, надеюсь? Туда дорожку. Вот сюда могу же? Да, здесь можно провести дорожку. Но просто я хотел вот сюда куда-нибудь вывести. Дорога не присоединена. Где какая? Где какая дорога? А, вот здесь. Вот там вот не присоединена дорога. Я понял, о чем речь. Вот эта дорога. Это мы тоже сейчас присоединим. Это не проблема. Есть. Смотровая галерея. Там у нас вывелись с вами динозавры. То есть мы сейчас их быстренько с вами окей. Хоа, яннозавр, выпустить динозавра. Берем, естественно, с вами под свой контроль вертолет АСА. Управлять вертолетом. Полетели, усыпим. Господи, какая у меня здесь застройка-то, а? Нужно быть аккуратным. И ни во что не врезаться. Так, секунду. Я его вижу. Ага, и сейчас я его перекину в другой... В другой вольер. Попал? А, промок, зараз, чуть повыше. Уснет, нет? С первого раза. Все в порядке. Давай-давай-давай, засыпай. Не-а, не засыпает. Черт! Ты посмотри, увернулся. Ладно, полетели в ту сторону. Потихонечку подлетай. Попал. Отлично. Все, успокоительное подействовало. Иии, секунду. Ага. Сейчас опять управление возьму, не переживай. Сейчас критозавр выведется. Критозавр. Выпустить динозавра. И это уже второй. Как помните, нам нужно пять выпустить. АСА. Давай управлять вертолетом. Не нужно. Так быстро улетать. У нас там еще одна работеночка. Слушайте, а классно смотрится, согласитесь? Какой классный вертолет. Мне так... Блин, мне вся игра нравится. Я просто... Я не могу перестать восхищаться ей. Потому что игра сделана просто бесподобно. Я в такие хорошие, качественные игры давненько не играл. Этот зверь, каритозавр, воплощенный хаос. Почему? Задумайтесь, сколько совпадений привело к появлению такого идеала. Секрет не успехи. А в умении извлекать пользу из неудач. Снова и снова. Работа никогда не прекращается. Это справедливо и для людей. Я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Так, транспортировка. И вот сюда тебя. Все? Отлично. Пускай перевозят. Этих мы с вами вывели. Осталось только приехать туда сейчас на джипе и их сфотографировать. Наш парк продолжает потихонечку расширяться. То есть... Но мне кажется, что хороший подход. Мне кажется, что я правильно сделал, что это сюда поставил. Единственное, что я знаете, что забыл сделать? Я хотел вот сюда поставить не фастфуд, магазин игрушек, магазин одежды. Я хотел поставить ресторан. А здесь что еще? Зал игровых автоматов, но требуется исследование. Кстати, а почему я его не могу строить? Как странно. Могу я сюда ресторан впихнуть? Могу. Могу. Хорош. Есть. Построили ресторан с вами. Здесь теперь у нас есть что покушать. Магазин игрушек. Я цены нормальные поставил. Ну, в принципе, да. Нормальная цена. Мне нравится. А здесь? Здесь пока что строится. У этих транспортирующих вертолетов есть самая большая проблема. То, что они чертовски медленные. Просто ужасно медленные. Так. И по поводу монорельса. Здесь у нас станция соединена. Я хотел попытаться монорельс куда-нибудь подальше провести. Ну, просто... Просто чтобы было на самом деле. Нет, секундочку. Это вот здесь. Вот. Ну-ка. Во, отлично. Сюда пошли. Теперь сюда. Кстати. А почему бы не поставить вот здесь где-нибудь станцию? Но здесь есть проблема вот с этим местом. Потому что здесь вот такая дикая гора, которую просто невозможно сгладить. Смотри. Я хочу тогда поставить вот сюда. Одну станцию, да? Так. Все нормально. Все путем. Нужно обязательно построить дорогу. Есть. И как мне бы теперь туда подвезти эту дорожку? Секундочку. Давай-ка вот это мы здесь снесем. И попытаемся все-таки соединить все это дело. М-м-м-м. Гости. Монорельс. Станция Монорельса. Нужно нам вывести отсюда вот сюда. Нет. Вы умеете решать проблемы. Это ценное умение. Особенно здесь. Умею, умею, умею. Конечно, умею. Хорошо, хорошо. Подожди. Такая странная-странная дорога. Но главное, чтобы она подцепилась. Есть. Отлично подцепилась. Фу. Теперь. Нам нужно отсюда, да? Вот отсюда продолжить строить в ту сторону. Раз. Два. Ну-ка. И вот здесь уже будем ставить станцию. Ну-ка. Станция. И вот здесь у нас станция конечная будет. Могу подсоединить? А вот где-то здесь появлялся. Во, смотри, можно здесь построить. Сейчас немножко тогда подснесем. Шикарно вот здесь можно построить. Во, отлично. Есть. Шлеп. Так. То есть пошли отсюда вот как-нибудь сюда. И заводим прямо сюда. Все. Отлично. Сюда мы с вами построили. То есть у нас теперь по большей части парк. Еще и манарились проходят. Единственное, что здесь не хватает нам с вами подстанции. Да, это вообще не проблема. Это вообще не проблема ни разу. Есть. Подключили. Хорошо. Здесь электричество есть. Тут у нас с вами на этой станции электричество есть. И вот там нужно сейчас тоже будет поставить подстанцию. Скорее всего, нет? Да, все правильно. Здесь тоже нужно сейчас поставить быстренько подстанцию. Из-за того, что у меня здесь лэп уже давным-давно проведен, это нам никаких проблем не доставит. Все, отлично. Здесь тоже сейчас электричество будет. Да, электричество есть. То есть здесь везде у нас ходит с вами монорельс. Кстати, можно взять еще одну команду рейнджеров. Давайте-ка управлять транспортом. Пускай будут. В принципе, денег у нас с вами просто звались. 12 миллионов. Так что никаких проблем с этим у нас и больше возникать не должно. И гоним сейчас фотографировать. Там одна команда отправилась к видоцирапторам еды закинуть, а мы поедем с вами именно фотографировать. Господи, люди! Сколько вас здесь ходят? Почему вы не пользуетесь монорельсом? Много с дороги! А слушайте, если прям по людям ехать, а? Господи! Мы просто сквозь них проезжаем. Ладно, я понял. Эй, толпа, подвинься! Так, ладно, поехали быстренько к воротам. Вот здесь у нас с вами ворота. Заедем внутрь. И здесь должны быть наши динозавры, которых нам нужно сфотографировать. Вон они. Вон две задницы. Ну, на самом деле, это считается. Общая стоимость ноль. Давай, беги к своему собрату, хай и аназавру. Давай, 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 давай. Сюда не надо идти. Иди туда. Давай, туда иди. Хорош орать. Господи. Чего только не сделаешь ради хорошей фотографии, а? Есть! Отлично, наконец-то. Обоих сфотографировали. Да иди ты нафиг. Я надеюсь. Наконец-то сфотографировали. Контракт выполнен. Еще 200 тысяч. Замечательно. Не знаю, как вас отблагодарить. Даже и пытаться не стану. Выпускаем здесь с вами циртозаврика. И давайте как раз с вами займемся продолжением выполнения заданий. Я предлагаю выполнить задание науки. Приготовьтесь к прибытию больного динозавра. Постройте и обеспечите электроэнергией, исследовательский центр и станцию рейнджеров. Я вот сейчас не понял. У нас же все это есть. Ну ладно, начинаем задание. Хорошо. Больной динозавр, вид и диплодок, скоро прибудет. То есть мне для него, если не ошибаюсь, понадобится построить сейчас загон. Но у нас с вами, конечно, буря. Давайте для диплодока... Не смущают. Подготовим для него вот здесь. Вот здесь загончик. Я уже говорила, в парк привезут больное животное. И нам нужно подготовиться. Ну, за работу. Я правильно услышал? Вы хотите привезти в парк больного динозавра? Надеюсь, вы знаете, что делаете. Потому что лично я не понимаю. Давайте отградим вот здесь вот локацию. Мне кажется, это самое идеальное будет решение. Теперь нам нужна подстанция вот здесь. Все. Дождь закончился. Это был обычный дождь. Это было совсем не опасно. Секунду. Ах, хорошо. Сюда. Сюда. Динозавра нам доставит через 52 секунды. Я понял. Подсоединяем. Стоимость готова. Так, можно всех выпустить. Скоро прибудет динозавр. Задание лекарства. Секундочку, секундочку. Давайте не будем спорить из-за мелочей. Хорошо, хорошо, хорошо. Я тебя понял. Никаких мелочей. В целом, отличный контракт. Секунду. Куда-нибудь. Вот сюда пускай. Сюда летят. Нам нужно с вами по-быстренькому еще раз заглянуть в задание. Вот это вот. Нет, вот это, да? Больной динозавр. Видно диплодок скоро прибудет. Мне нужно, чтобы он прибыл сюда. Чтобы прибыл вот в эту как раз локацию. Так. Соответственно, здесь мы с вами быстренько сейчас добавляем воду. Я думаю, что диплодок вот так будет нормально. Может не хватить пространства. Мне кажется, для диплодока тут маловато места, да? Не находите? Надеюсь, что хватит. Так, давайте-ка немножко по периметру. Здесь вот лес. Вот здесь тоже лес по периметру. Мне кажется, так нормально. Доставка динозавра. Так. Доставка в ваш парк. Перевести его за 200 тысяч. Перевести динозавра, да? Перевести сюда. Направляюсь забрать актив. Вспышка болезни. Ладно, ладно, ничего страшного. Где? А где вспышка болезни? Нет, вспышка болезни у нас не здесь. А где? Секундочку. Требуется ремонт. Ну-ка это отремонтировать. Добавить задачу. Отремонтировать. Погнал запрос на ремонт. Угу. Угу. Я понял. Но вспышка болезни имеется в виду, конечно же, у диплодока, да? Вон они его доставляют. Сейчас нам с вами нужно подумать, что здесь сделать. Во-первых, мы, конечно же, поставим ворота. Во-вторых, безусловно, здесь нужна кормушка, только для диплодока нужна не обычная кормушка, а вот такая высокая кормушка для травоядных. Для него нужна именно вот такая кормушечка, если не ошибаюсь. Давайте сейчас спустимся к нему. Да не, мне кажется, достаточно места. Мне кажется, достаточно места. А чем ты болен, мой хороший, а? Чего у тебя за болезнь? Так. Я тебя понял. Нам нужно провести исследование. Посмотрим, сможем ли мы определить масштабы проблемы и локализовать ее. Как я понял, у нас в парке больное животное, и вы с доктором Дуа пытаетесь его вылечить. Я этого не одобряю, но меня никто не спрашивал. Тем не менее, хочу напомнить, что динозавра следует держать подальше от остальных животных, на случай, если это заразно. Он максимально далеко от остальных животных. Не нужно мне объяснять элементарные вещи. Максимально далеко. К нему даже доступа люди не имеют. Так, хорошо. С этим мы с вами, по идее, почти закончили. Что там происходит? Контракт выполнен. Угу. Исследование в эстетическом центре паразит крита... Да, ага, это паразит. Я понял. Кстати, у нас с вами окаменелости. Воу! Янтарь-трицератоптик. Вау, это классно. Анкилозавр-янтарь. Это можно продать платина. Здесь у нас с вами велоцераптор продаем. Да, конечно, продаем он мне не нужен. И это тоже продаем. И идем с вами в исследование. Что у нас? Где болезни? Вот здесь. Здесь я понял. Паразит криптоспоридия. Наверное, это так правильно произносится. Ну ладно. Пускай, пускай изучается. Так, в принципе, у нас почти все изучено. Кроме некоторых построек. Это мы с вами обязательно добьем. Ну, я надеюсь, что... Тихонько. Ты только у меня там не вздумай умирать. Ладно, дружище? Давай, только не вздумай умирать. Так. Скорость исследований, может быть, немножечко приподнять. Потому что энергии-то у меня очень много. Секундочку. Где мой исследовательский центр? Вот. Тик. Так. Пустая ячейка. Скорость исследований купить. Скорость исследований купить. Скорость исследований купить. Пускай, пускай, пускай. Быстренько. Это не страшно. Там всего несколько единиц энергии на это уходит. Я сейчас дополнительные станции поставлю. Я специально для этого выделил место. Так. Исследования. Ну. А, это не то. Секундочку. Не генетически. Где у нас с вами? Вот здесь, в лекарствах, да? Менее одной минуты. Но, в принципе, успеваем. Давайте сразу с вами берем рейнджеров. Команда рейнджеров управляет транспортом. Погнали в ту сторону. Потому что пока они туда доедут, пройдет очень много времени. Сразу выезжаем на место. Блин, ну и толпа у нас в парке, а? Просто обалдеть. Исследование завершено. Замечательно. Поехали, попытаемся его вылечить. Новая раскраска транспорта. Красненький. Прикольно. Прибавь еще. Хорошо. Открыто достижение. А, это, видимо, за достижение. За то, что я на такой большой скорости ехал. Секунду. У меня есть замечательная идея. Вам первым. Мистер Диплодок, можно вас сфотографировать? Давайте, конечно же, в первую очередь вас подлечу. Конечно же, не буду мучить больного животного. Попадание подтверждено. Ага. Попадание. Настреливаем потихонечку. Я не знаю, сколько раз нужно попасть, так что просто настреливаем. Нам его нужно вылечить. Паразиты. Это очень плохо. Все. Фу, шикарно. Лечение предоставлено. А теперь я хотел бы вас... Опа. Тихо, тихо, тихо. Сфотографировать. Ну-ка. Там больной метриокантазавр скоро прибудет. Но у нас с вами диплодок. Забрать награду. Так, ладно, полетели отсюда. О-о-о-о. Май-гад. Задание лекарства. Больной динозавр видера метриокантазавр прибудет через 2 минуты 35 секунд. То есть ты мне предлагаешь построить еще один загон для метриокантазавра. Потому что этот загон у нас с вами для диплодока. Хорошо. Ну, просто я не хочу его отсюда переносить. Мы просто построим вот здесь еще один загон. Вообще без проблем. Быстренько. Наверное, вот тут у нас будет вода для тебя. Дальше лес у нас будет вот тут вот для тебя. Там дерево, траля-ля всякие. Тут, не знаю, травинки растут. Тебе тоже трава, чтобы было тебе как можно более комфортно. Даже под водой трава. Кстати, тебе комфортно? Здоровье 97, комфорт 100. Ему комфортно. И здесь, естественно, нам нужно с вами поставить. Будет. Мы вроде как успеваем все сделать. Кормушку для плотоядных. Хотя это агрокантазавр. Так что мы ему поставим хорошую кормушку для плотоядных. Вот эту. Хотя он больной агрокантазавр. Ну да ладно, бог с ним. Агрокантазавр. Метриакантазавр. Метриакантазавр, конечно, сорянба, друзья. Ну-ка, карта экспедиции. Отправляем с вами еще одну экспедицию. Пускай туда. Ждем 15 секунд. Метриакантазавр. Чего тебе не нравится? Тебе не понравилось? Куда тебя привезли? Не боись. Я сейчас тебя вылечу и все будет замечательно. Давайте еще раз. Возвращается на базу. Не нужно возвращаться. Давай задачу. Просто давай. Езжайте сюда его лечить. Только есть беда, что я не поставил вам туда, естественно, ворота. Вот теперь есть ворота. Где у нас там Метриакантазавр? Сейчас нужно быть аккуратным. Кстати, можно сделать будет и фотографию. Выполнять ничего не нужно, потому что он еще ничего толку не ел. Че, побери. Куда ты смотришь-то, а? Да, вижу я его. Мимо. Он испугался. Тихо. Актив. Ага. Актив, не дури только. Дай я тебя быстренько подлечу и уеду отсюда. Хорош. Привет, Актив. 11 тысяч. Он ко мне несется, что ли, да? А у меня укусит или нет? Нет, ты смотри, он даже не кусает меня. Просто так мимо прочухал и все, и побежал вон за... За козой. Но все отлично. С этим тоже разобрались. Новое сообщение. Я так понимаю, что мы выполнили задание. Мы можем не только возвращать их к жизни, но и возвращать им здоровье. Я получила последние результаты из лаборатории. Наш динозавр здоров. Отлично. Ну и отлично. Просто замечательно. Я тоже согласен. И теперь вроде можно абсолютно точно сказать, что у нас парк функционирует, ну, практически на 100%. У нас уже 17 миллионов. У нас работает монорельс. У нас с вами сейчас сколько? Еще 4 звезды даже нету, да? Ну, потихонечку подбираемся. Нормальная пропускная способность. Рейтинг зданий. Нужно побольше всяких разных зданий. Нужно получше там дорожки продумать, побольше магазинов. Нормальное благосостояние динозавров и динозавров 16. То есть это тоже нужно еще немножечко разнообразия придумать. Прийти к лаборатории и выпустить динозавра. Хорошо. Здесь все будет хорошо, потому что, ну, он со своими друзьями. На него никто не нападет. Выведите и выпустите. Дальше анкилозавр у нас сейчас выведется. Единственное, у нас с вами нету загона для дилофазавриков. А загон для дилофазавриков мы с вами будем строить, скорее всего, уже в этой части острова. Да, где-то здесь. Но делать мы это с вами будем уже в следующем выпуске, потому что этот выпуск, мне кажется, получается уже очень длинным. Так что, я не знаю, если вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы здесь впервые, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить на выпуски по этой игре и даже другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске. И давайте я быстренько объясню для новых зрителей, которые никогда не видели у меня такую фишечку. Вот когда мы с вами, например, в Art Survival играем, и там зрители предлагают имена для животных. И так бывает, что имен для животных было предложено чересчур много. То есть где-то 60, 80 или, может быть, даже больше комментариев предлагает одно и то же имя. Я обычно просто добавляю в конце видео вот такую видео-вставочку, в которой всем, кто предложил подобные имена, ставлю лайки. То есть ребята могут себя увидеть в выпуске. Ну, а сегодня в этом выпуске, посвященном как раз велоцирапторам, было предложено просто дичайшее, мне кажется, рекордное количество одинаковых комментариев. Так что вот эта видео-вставка, скорее всего, получится на несколько минут. Уж извините за это. Но если кому-то интересно себя здесь увидеть, он себя здесь, я думаю, найдет. Опять же, если вам немножечко не повезло, и вы предложили это имя позднее, чем 10.40 понедельника, то вы сюда не попали. Извините, ребята, потому что именно в этот момент я записываю вот эту видео-вставочку. Именно из-за этого сейчас немножечко выпуск задержится, потому что я вначале стал вырезать все эти комментарии. Потом понял, какое их количество, что это просто ужас, что их просто невозможно все вставить и все вырезать. Это просто нужно постратить несколько часов на это дело. Поэтому я решил сделать вот такую вставочку, как это мы всегда делаем в Ark Survival. Ну и, естественно, я, наверное, уже дальше ничего комментировать не буду. Вам всем огромное спасибо за все те просмотры. Я надеюсь, что вам эти выпуски нравятся. Марафон пока что продолжается. В ближайшее время у нас с вами будет выпуск по Ark Survival. Там, давайте объясню, что происходит. Очень маленькие рейты на сервере, поэтому мы вчетвером-пятером бесконечно фармим. Фармим где-то по 5-6, кто-то 8 часов в день ежедневно фармим, чтобы продвигаться дальше по этой модификации. И поэтому из-за того, что это все так медленно, там практически нечего снимать. Все, раскачка очень долгая. Сбор ресурсов очень медленный. Поэтому я, честно говоря, не люблю снимать на рейтах X1. Потому что очень сложно сделать хороший, интересный ролик на таких рейтах. А вы знаете, я никогда не записываю так, чтобы там что-то 20 минут записал и сразу выложил. У меня всегда, как правило, в ролик попадает очень много всяких разных вещей интересных. Я это монтирую, чтобы в одном видео было как можно больше всего интересного. Даже вот в этом выпуске сейчас по Jurassic World Evolution, вот этот, который вы посмотрели, в нем на самом деле было 2 часа записи. То есть я 2-часовую запись смонтировал, примерно 40-минутный выпуск, убрал все лишнее. Там какие-то повторные действия, когда там очередные бури налетали, просто закрывал людей. Когда я ждал каких-то геномов новых, когда что-то там строил, ну там, не знаю, загоны. Просто пытался установить как-нибудь хорошо, так чтобы и ландшафт нужно было опустить. Но такие маленькие нюансы, которые уже не очень интересно по 10-му разу смотреть, я просто вырезал. Но особенно вот все вот эти вот выравнивания ландшафтов, это самое-самое на самом деле проблематичное. Потому что когда ты какое-то здание уже здесь поставил, то оно держит под собой ландшафт. И ты его уже опустить или поднять не можешь. И поэтому приходится дальше как-то стараться вывернуться и что-то такое сделать. Ну а на этом все. Я дальше комментировать, скорее всего, не буду. Огромное спасибо за просмотр. Сегодня будут еще выпуски. А дальше просто уже буду ставить лайки. Продолжение следует... 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 Как видите, я там удалил один комментарий за мат Это раз, а дальше уже там комментарии Из других выпусков по Ark Survival Так что они к прохождению Jurassic World Evolution Не относятся, вроде всем все поставили Огромное спасибо за внимание, увидимся в следующем выпуске